Итак, ребята, ваша любимая рубрика «Вопросы-ответы». Я напоминаю, что задать мне вопросы можно здесь, в комментариях. Можно перейти в Telegram, в YouTube, в Instagram, ссылочки внизу, и там задать вопрос, о котором хотите получить ответ. Итак, поехали. Так, открываю, открываю, открываю. И первый вопрос. О, интересный очень. Моя девушка никогда в жизни не достигала оргазма. Ни с предыдущим партнером, ни со мной, ни самостоятельно. Мы пытались по-всякому, орально, с помощью игрушек, разных техник. Оба читаем секс-просвет, книги, поэтому представляем, как это работает. Но все мимо, сама девушка не мастурбирует, говорит, что не возбуждается особо в одиночестве и лезет посторонние мысли в голову. Поэтому вариант, найди сама и потом покажи партнеру, не подошел. Не вариант. Про давление ожидания в стиле, изо всех сил ждешь оргазма, поэтому он не приходит, тоже знаем. Короче, ребята прям прошаренные. В свое время проговорили этот момент, говорили, что если получится, то хорошо, но никто не ждет и не дает. При этом от секса девушка получает удовольствие, все нравится, что в постели все хорошо, если бы не факт того, что она пока лишена оргазмов. Такая история. Вопрос следующий. Полная анаргазмия бывает? Что можно сделать в нашем случае? Пойти на консультацию к местному сексологу, либо что? Во-первых, да, анаргазмия, что это такое? Если не знают кто, это медицинский термин. Анаргазмия, неспособность получения оргазма. Возбуждение, то есть есть, а оргазм получить либо сложно, либо невозможно. И вот здесь как раз разделяют о том, что пишет автор этого вопроса. Здесь это первичная анаргазмия, есть первичная историчная. Первичная анаргазмия, когда женщина никогда... Ну, чаще всего это про женщин, да, у мужчин тоже, но чаще всего анаргазмия, анаргазмией страдают именно женщины. Первичная анаргазмия, когда женщина никогда, ни при каких обстоятельствах не получала оргазм. Вторичная анаргазмия, когда она получала, прекратила получать, либо, да, очень сложно получить, достичь оргазма. И здесь я изначально хочу сказать про причины анаргазмии. Часто, очень, чаще всего это психологические причины. Это может быть хроническая усталость, это может быть стресс, это может быть боязнь забеременея, депрессия. Это может быть задержка психосексуального развития, да. И вот здесь я сразу на что обращаю внимание про мастурбацию. Что написала, что девушка не возбуждается, не сама девушка не мастурбирует. Вот здесь я бы стала обращать внимание. То есть, возможно, этого не было и в подростковом периоде. И, возможно, вот таким образом был пропущен один из элементов психосексуального, это одна из стадий психосексуального развития, когда женщина начинает мастурбировать, как раз понимать, что, как ей нравится, начинает будить, да, скажем так, себя, начинает с помощью мастурбации, будиться, скажем, да, вот так, точки во влагалище, чувствительность, да, вот этих точек. Если мастурбации не было, тогда с этим могут возникать потом проблемы. Но, опять-таки, это момент того, что эти проблемы не решаются. Поэтому здесь я бы в первую очередь обратила на это внимание. Почему с собой сложно достичь оргазма, вообще возбудиться, как вообще там возбуждение с собой в первую очередь, есть ли какое-то сопротивление, нет ли какого-то сопротивления, да, то есть прежде чем ставить такой диагноз полностью, что все, никогда, нужно, да, здесь как раз уже работать, а с чем эта анаргазмия, она связана. Ну, то есть, да, диагноз, скажем, он поставлен, да, действительно, если женщина не получала удовольствие, да, это анаргазмия. С чем можно работать? Потому что я уже начинаю говорить. Во-первых, посмотреть, как, что там с мастурбацией, почему идет запрет, вообще, может ли девушка сама себя трогать? Потому что очень часто встречается, что женщинам противно себя трогать внутри. То есть, то, что касается клитора без проблем, то, что касается именно проникновения, потрогать влагалище, с этим фу-фу, это противно, какие там поны, это противно, мне противно себя трогать, мне страшно себя трогать. Это тоже, что может влиять на получение оргазма. Такое непринятие себя, непринятие там тела, невозможность расслабления. Да, да-да-да, про причины, да, про психосексуальное развитие, и тогда здесь задача сексолога, психолога-сексолога, да пройти вот эти стадии психосексуального развития вместе с клиентом. Это могут быть какие еще причины? Это могут быть психиатрические причины, то есть это может быть шизофрения, это может быть биополярное расстройство, тревожное расстройство и прочее. Это может быть даже сахарный диабет. То есть это вопрос уже гормональной сферы. здесь тоже когда мы говорим про лечение нужно понять откуда какая причина и в том числе сдать гормоны понять что там это разумеется могут быть и гинекологические патологии это можно энерго змеи могут влиять разумеется алкоголь возьмите вот раз разумеется принятие каких-то таблеток прием некоторых лекарственных средств дающих граним про наркотики и щас крем именно про лекарства которые тоже могут подавлять и вот так и вот так поэтому чтобы понять причины вообще желательно пройти вот комплекс этого обследования и дальше понимать тогда что с этим можно сделать что сказала проходить психосексуальное развитие делать как что я могу посоветовать как сексолог психолог можно пойти на йони массаж интимный самомассаж которые делают терапевты психосексологи психологи не все они все но вот я дополнительно и обучалась именно йони массажу когда клиентки показывают клиентка начинает скажем так прорабатывать вырабатывать чувствительность влагалище на 5 это только одна из задач йони массажа там в общем принятие себя узнавание себя опять какие-то не мастурбация где у меня есть цель достичь оргазма нет цель здесь другая да здесь цель именно слово вылетела меня в общем цель чтобы повысить повысить чувствительность влагалища одна из целей здесь можно также посоветовать упражнения кегеля для тренировки мышц для тазового дня до для повышения тонуса для улучшения кровоснабжения за счет этого тоже одна из причин почему женщина может не получать оргазм и здесь к вопросу о том существует ли полная энерго змея здесь мнение скажу да так расходятся то есть вот у меня мой учитель мой преподаватель по сексологии она говорил мне достаточно большой опыт она говорила что она не встречалась она не клиентки которых не приходили там с полной энерго змеи что они работали вот по технике интимного самомассажда и не только психологически прорабатывали потому что могут быть психологические блоки опять-таки да например страх забеременеть и она рассказала что секс тек ток не приходил все выходили все все излечивались но при этом также мы обсуждали на повышение квалификации по сексологии о том что но этот тем она только-только изучается на не только недавно начала изучаться это я говорю про мрт который делают ножки клитора которые изучают что да весь оргазм он на самом деле клиторальный оргазм и очень сильно зависит от того как вообще расположена головка клитора то есть если во время пенетрации трется член обголовку клитора либо лобок обголовку клитора женщина получает оргазм то есть на каком расстоянии находится клитор ну и плюс еще также очень сильно влияет ножки клитора все что касается анального все что касается секса с и проникновением почему до женщина также получает удовольствие от секса при проникновении потому что ножки клитора обхватывают и то что я читала что да одна из причин который предполагается что то почему женщине также сложно получить оргазм что если это не психологические именно не какие-то заболевания гинекологические психиатрические то один из вариантов это когда анатомия такая что к ножке клитора достаточно дал далеко расположены да вот от влагалища внутри разумеется и поэтому там не идет их вибрация не задействованы никак и поэтому сложно получить оргазм это вот то до чем что вот последний скажем так не последние разговоры то что происходит а вот в мире сексология но в любом случае в начале разумеется нужно идти к сексологу психологу разбираться а точно ли там нету никаких в голове запретов блоков что мешает достичь оргазм вот так что вот так вот ну опять-таки обязательно там к врачу провериться на гинекологию провериться на гормональный фон следующий вопрос тоже связан сексом про форму члена изгиб столкнулась подобным и возникли проблемы дело в том что у него за окном почти как банан очень сильно дискомфортно от этого головкой как бы к пупку направлен да вот так я с подругой говорил на эту тему она говорит что мне повезло я просто не умею пользоваться мужчиной но мне реально больно всегда с этим ну здесь да мы такое говорим про эректильную деформацию почему подруга да говорит о том что нужно уметь пользоваться мужчиной просто не умеешь пользу мужчиной потому что да конечно же часто говорят о том что наоборот женщине приятно чаще всего к там мужчины изгиб наверх да вот как банан то что описывает почему потому что чаще всего этими по его такую позу можно использовать если найти да там правильную позу то стимулируется зона джи стимулируется зона джи осуждаясь это миссионерская поза и поэтому женщина женщине легче достичь оргазма но это не всегда разумеется о том что девушка пишет что ей это диск дискомфорт вызывает здесь вопрос что с этим делать дальше объясню причины но что с этим делать постарайтесь ищите позу которая вам может быть комфортно используйте много смазки и смотрите на заходите в google ищите различные позы попытайтесь найти именно ту позу которая будет комфортно вам не слушайте всех вокруг слушайте себя как комфортно именно вам потому что тоже есть анатомические особенности да и если там для 90 процентов женщины будут и подходит есть 10 процентов силу анатомии это неприятно не комфортно поэтому ищите то что комфортно вам ищите ту позу которая будет удобно комфортно приятно вам используйте много смазки это я сказала тоже посмотрите влияет ли как-то длина члена то есть имеет ли смысл использовать кольцо который будет ограничивать да может какой-то в определенной позе будет классно кайфово когда входит на определенную длину член соответственно вот тогда используйте ограничитель то есть ищите если совсем не как ну тогда да здесь этот момент договариваться договариваться действительно на что вы тогда согласны на что вы что вам комфортно боем как парам что здесь имею ввиду либо тогда мы выбираем ли мы считаем ли мы что именно секса проникновением для нас очень важен выбираем ли мы можем ли мы как-то другими секс игрушками допустим добирать ну если нет тогда опять-таки смотрим есть конечно же можно эту проблему решать хирургическим путем опять-таки вопрос насколько тогда согласиться на это мужчина насколько у вас в этом будет диалог друг с другом вот вот так и здесь тоже на что хочу обратить внимание как вообще мужчина чувствует себя то есть он испытывает боль при эрекции не испытывает боль потому что бывает искривление полового члена либо это врожденное и с этим тогда окей да если это не доставляет никакой боли а бывает так что происходит это со временем и здесь большая вероятность что это уже болезнь болезнь перроне называется и с этим нужно идти уже к врачу вот следующий вопрос а ты 33333 вопрос с другом дружим более семи лет у меня парень с парнем серьезных отношениях уже два с половиной года и друг хочет серьезно поговорить боюсь что хочет признаться в любви и после этого наше отношение закончится потому что он будет хотеть большего чем дружно как остаться дружеских отношениях так как предыдущий опыт с другими друзьями после признания сошел на нет общение сошло на нет как сообщить ну разумеется ставить границу да если действительно по друг говорит о том что я хочу большего здесь быть очень аккуратны с чувствами друга сказать что да он нам дорог но как друг как человек и здесь не может быть ничего более больше вообще да здесь очень часто такой вопрос как раз бывает ли дружба между мужчиной и женщиной либо все-таки присутствует какая-то симпатия если на глубокие блоки и такие отношения между людьми но это такая же отдельная тема на размышления разумеется принять то что если для него будет тяжело с вами общаться потому что если он все время будет понимать что он все время если он будет понимать что он все время на что-то надеется что пока что вы общаетесь у вас есть какая-то надежда но принять конечно же его выбор что возможно он не захочет дальше общаться потому что просто ему будет тяжело потому что просто он тогда не может ни с кем другим встречаться потому что вот это место условно да заняты вами у него да внутри скажем так и что еще можно попробовать можно попробовать поставить паузу в ваших именно дружеских отношениям там на три месяца условно постараться чтобы он там возможно пожил какой-то своей жизнью чтобы он там встречался окружал себя женщинами вот так а следующий вопрос не хочу секса вообще сыну два года либидо на нуле несколько причин этого могут быть первое это если вы еще комик кормите грудью то может вырабатываться гормон не может обрабатывается гормон пролактин который подавляет либидо первая причина и это как бы нормально заканчиваете кормить грубе грудью либидо возвращается вторая причина может быть какая это такая дотроганность том что маму задолбала что ее трогают это очень частая проблема когда поскольку первый год и либо дольше когда ребенок когда ребенка опять-таки кормят грудью либо не кормят грудью но когда мама 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 все время трогает ребенок до ребенку хочется обниматься ребенку хочется тепла мамы и мамины тело не принадлежит себе по сути да мама не может там сказать ребенку так все до свидания увидимся через месяц за условно не трогай меня больше конечно же да мама обними меня мама на ручке хочу и вот эта перетроганность да что вот называется такая перетроганность поэтому я вообще не хочу чтобы меня никто не трогал я хочу лечь чтобы быть одной чтобы меня не трогал даже и муж то есть от этого тоже может повышаться либидо повышаться понижаться либидо что с этим делать но потихонечку когда будет расслабить ребенок вам будет полегче да и вас не будет настолько там трогать отдавать где-то попросить о помощи чтобы сидели бабушки и няне чтобы не постоянно вы были на самом деле очень частая проблема как правило до трех лет часто об этом говорят что он после трех лет только все у меня там восстановилось желание в основном с либидо а там до двух до трех лет вот этот затроганность как пожалуйста никто не трогайте меня тем более не хочу чтобы меня и муж трогал ах а и еще дачу я хотела сказать это спросить здесь именно про свое восприятие тело после родов если тело изменилось как бы разумеется тело изменилось после родов как вы себя в нем чувствуете хотите ли вы сами себя как вы относитесь к своему телу потому что если есть появились комплексы в этой теме если вы сами не принимаете теперь свое тело не хотите себя стыдитесь то поэтому тоже любит будет она на нуле еще два вопроса как перебороть страх перед флиртом и знакомствами с мужчинами ну во первых обесцентии эту встречу до часто идет такой что у вас по ней мы сейчас встретимся и мне нужно себя показать просто в лучшем свете остановитесь обесцентии вашу встречу ну да ну встречусь я не нужно там строить что все а теперь вот мы встретимся у нас будет дом с белой оградкой и с лабрадор обесцентии просто я иду просто посмотреть вообще на чувака что он-то из себя представляет переведите в том числе фокус на него не то что я иду там показывать какая замечательная и прекрасная мне нужно себя показать я в том числе и вы посмотреть а он-то какой а он еще и он что из себя представляет да в том числе то есть таким образом будете снижать вот градус тревожности также если вы если есть проблемы с тем что я начинаю сразу представляешь что вот это должна быть какая-то встреча очень важная и вот возможно это же бой будущий муж будет мой будущий партнер опять-таки снизить и градус напряжения это просто 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 идет и просто встреча я просто иду знакомиться не представляете что там будет дальнейшем максимум что вы можете представлять есть мне понравится значит будет следующая встреча а там посмотрим да и опять таки я иду посмотреть какой он потом какая-то и последний вопрос шестой чувствую себя одинокой почему чувствуешь себя одиноким если есть работа дети семья и доход с вашим окружением с вашей семьей с вашим партнером вы близки это те люди с которым с которыми вы хотели проводить остаток жизни это те люди которым вам интересно это те люди с которым вы можете поделиться проблемами ваш партнер это тот человек который вас поддерживает это тот человек с которым который для вас опоры это тот человек который вас понимает это тот человек с которым вы можете притискать я задолбалась, и он вас будет поддерживать. Чувствуете ли вы, что воспринимают такая, какая вы есть, такой, такой вы есть. Не то, что вы должны вот это, вот это, вот это, вот этому соответствовать, чтобы я тебя любил, а меня любят просто потому, что я есть. То есть, если вы так не чувствуете, тогда очень большая вероятность, что вы будете чувствовать одиночество. Нет ли у вас такого, что знаете, мои проблемы, это мои проблемы, его проблемы, его проблемы, и у нас вот в отношениях такая дистанция. То есть, нам как бы классно проводить время вместе, но если что, вся ответственность, я чувствую, если что-то случится, это только моя ответственность. То есть, опять-таки, мы на такой дистанции в отношениях с партнером, возможно, в отношениях с детьми, поэтому я чувствую себя одинокой. опять кида вопрос детей хотела я детей не хотела я детей если не хотела детей и я тоже могу чувствовать в этом во всем одиночество не недоставляет этой радости и также вопрос о том пересекающийся с предыдущим живете ли вы своей жизнью нравится ли вам та жизнь которую вы живете либо я бы на самом деле работала бы на другой работе и возможно мне было бы совершенно другой муж возможно у меня было бы совершенно уже какую-то хобби я может быть занималась это что я делаю это как будто я живу совершенно не той жизнью которую я хочу поэтому от этого тоже может быть такое чувство одиночества если это вот так все на сегодня на сегодня все ребята еще раз напишите ваши вопросы это рубрика постоянная вопросы-ответы в инстаграме в телеграме и подписывайтесь ставьте лайки и смотрите другие видео сами себя они не посмотрят и целую вас понимаю